Всероссийская акция, направленная на поддержку и пропаганду чтения, проводится в нашем городе шестой год подряд. Темой «Библионочи» в этом году стало новое прочтение. По этому случаю в Центральной городской библиотеке подготовили специальную, очень насыщенную и интересную программу. Это встреча с новой книгой, которая оставила в жизни большой след. Либо это повторное чтение. Люди читают книгу повторно, потому что она им когда-то понравилась. В любом случае это раздумья, это воспоминания, это литературная бессонница. Александр Дюма сказал, произведение, которое читается сейчас, это настоящее, а произведение, которое перечитывается, это будущее. Литературная бессонница стартовала в 17 часов. Стоит отметить, что организаторы сделали акцент не только на разнообразии программы, но и ее ориентированности на максимально широкую аудиторию. Ведь для каждого возраста здесь было что-то интересное. Открыли библионочь в выступлении воспитанников детской школы искусств. Вторая тематическая площадка была посвящена встрече с интересным человеком. Им стал старший научный сотрудник Тамбовского областного краеведческого музея, руководитель исторического клуба «Серебряная ладья» Денис Писецкий. У посетителей библиотеки выдалась возможность не только окунуться в эпоху Средневековья, узнать об истории родного края, но и лицезреть экспонаты того времени, воссозданные Денисом Писецким собственными руками. Мне лично вообще понравилось, что меня пригласили. Для меня это честь на самом деле. И сама атмосфера мероприятия для меня была очень приятной. Достаточно все четко, достаточно все профессионально в плане организации таких вот, скажем так, шоу. Вот здесь у них получилось, мне кажется, все. И, в общем-то, не скучно. Не скучно. Это самое главное. Литературную бессонницу продолжили выступления местных поэтов. Эстафету подхватили юные участники городского конкурса одаренных детей «Звездочки Уварова». На протяжении всего вечера в стенах библиотеки звучала музыка, стихи и отрывки из литературных произведений. Бессонная ночь для книголюбов выдалась на все сто. Искусств красивых, ярких, много знаем мы. Они народами веками создаваемы. А вот одно из самых модных – как накормить людей голодных. Чтобы блюда стали им незабываемыми. От песка ухна все кает в воду, волны все заткнут, сделают песком купола старец. В этом году библионочь 2017 лилась более двух часов, оставив у посетителей массу ярких и запоминающихся впечатлений. Ярким ее завершением стал флешмоб, в рамках которого в небо взмыли воздушные шары. В честь будущей библионочи 2018. Я немало испытал, но любить не перестал те места, что душу трогают заповедные места, заповедные места. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город.